Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой YouTube канал! И вот, наконец, наступила пора Хэллоуина, и сегодня у нас с вами Хэллоуин в ковбойском стиле. Конечно, идеи вот таких вот черепушных макияжей не нова, но, пожалуй, наверное, мертвых ковбоях на просторах хэллоуинского мейкапа не так уж и много. Может, и вообще нет, не знаю. Ну, мне пришла вот такая идея с образом ковбоя с таким макияжем черепа, поэтому сегодня будем реализовывать в этом видео мою идею ковбойского Хэллоуина. В этом макияже не будет использовано каких-либо специальных средств ни для боди-арта, ни для фейс-арта, ни для грима каких-то специальных средств. Самые обычные подводки, тени, консилер, там, тональная основа и все такое. Ничего специфического или специального не будет. Все доступно в свободной продаже, даже вот, пожалуйста, в магнит-косметик. Поэтому каких-то затруднений со средством для этого макияжа у вас точно не будет. Чтобы не тратить время, я заранее внесла тональную основу и оформила брови. Сначала мне необходимо было разделить лицо на две части с помощью белого карандаша. Затем я воспользовалась консилером, я нанесла его под глаза, распределила. Затем в качестве базы под тени на веко я нанесла консилер от Catrice Truskin. Далее воспользовалась пудрой от Focalure, закрепила весь макияж на человеческой половине лица. Скульптором от Estrada я сделала контуринг на человеческой части лица. Затем воспользовалась недавней новинкой от Catrice. Это палетка для лица Coral Lights. И воспользовалась одним из оттенков румян. Далее из этой же палетки я воспользовалась самым светлым хайлайтером. Далее приступим к макияжу глаз. Я взяла черную гелевую подводку от Maybelline Lasting Drama и нанесла ее на веко в качестве подложки. Затем воспользовалась злосчастной палеткой тени от Наташи Динона Ксеноном Мини. Почему злосчастная вы можете узнать из моего обзора, если его еще не смотрели. Ссылочка в описании. С помощью черного оттенка из этой палетки я закрепила гелевую подводку. После чего воспользовалась темно-серым оттенком из этой палетки и продолжила растушевку. Черным гелевым карандашом от Vivienne Sabo я прокрасила межлесничку и слизистую. Затем воспользовалась весьма популярной тушью от Maybelline Sky High. Интересный факт про ковбоев. Эпоха ковбоев началась в 1865 году, когда на территории Техаса необходимо было согнать в угоны стада одичавших быков. То есть, по сути, на то время ковбои это были пастухи стадов. У них на тот момент не у всех даже были лошади. В последствии, конечно, образ ковбоя превратился в стереотип. Когда мы видим в фильмах, где-то на территории Техаса, такие брутальные мужчины в шляпах, на лошади скачутся. Это очень красиво и очень интересно. Я воспользовалась давно завалявшимся у меня в коллекции консилером NYX Can't Stop Won't Stop. Он очень светлый. Сейчас мне подойдет и как раз время его добить и избавиться наконец-таки уже от него. Я распределила этот консилер на всю вторую половину лица. Затем черным гелевым карандашом я обрисовала круг. То есть, та самая впалая часть черепа, на месте которой должен быть глаз. После этого я воспользовалась подводкой от Maybelline гелевой Lasting Drama и заполнила ей весь этот круг. После чего черным оттенком из палетки Наташи Динона я закрепила подводку. Также обязательно нужно прокрасить межресничку верхнюю и нижнюю слизистую черным гелевым карандашом. Затем я воспользовалась белой гелевой подводкой, которую купила в Magnit Cosmetic. Это новый бренд, который называется Influence Beauty. У меня, конечно, есть белый консилер от Makeup Secret, но поскольку он не фиксируется, воспользоваться белой гелевой подводкой будет лучшим решением. Я распределяю белую гелевую подводку по всей второй половине лица. Но пока что не наношу ее полностью на губы, для того, чтобы она просто на губах не скаталась. Затем я снова возвращаюсь к гелевой подводке черной от Maybelline и начинаю прорисовывать линии черепа, начиная от виска и уха, создавая такие углубления, можно сказать, дыры. Я не слишком сильно разбираюсь в анатомии, поэтому проще показать, чем объяснить. Еще немного интересной информации. Как вы знаете, традиционной одеждой ковбоев являются широкополые шляпы. Кроме этого, вы часто можете заметить в фильмах такие кожаные чехлы на ногах. И вы можете спросить, зачем? Эти кожаные чехлы защищали ноги ковбоев от различных колючих зарослей, которые называются чапа или чапрахас. То есть чапы – это кожаные такие ноговицы, если их можно так назвать, которые одеваются на обычные штаны, чтобы защитить ноги всадника во время езды. В том числе эти кожаные наштаники защищают от укусов лошади, от ушибов, падений и прочее. Все-таки такая вещь может вполне смягчить падение или удар. Полностью заполняю очерченные мною формы с помощью этой черной подводки. Далее приступаю к прорисовке скуловой части. Вначале вырисовываю форму скулы, где будут впоследствии уже находиться зубки. Также заполняю ее черной подводкой, фиксирую все это черным оттенком теней от Наташи Диноны. Затем нам необходимо будет сделать наш макияж более объемным. Я воспользуюсь черным оттенком теней и легкими движениями начинаю создавать объем в районе брови, для того, чтобы эта часть надбровная стала объемной. После чего с помощью гелевой подводки черной я создаю небольшие трещины на черепе. Также добавляю скульптора от Эстрады на некоторые части нашего черепа, также для создания объема. Чтобы рисунок не был плоский, чтобы он был объемный, необходимо добавить тени в некоторых местах. Далее снова с помощью белой подводки я выделяю некоторые части вокруг нашего подглазного пространства. Затем с помощью серого оттенка теней, также создавая более объемное изображение, я растушевываю край под глазом, там где только что проходилось белой гелевой подводкой. Таким образом область глаза становится более четкой, более объемной. Затем переходим к прорисовке носа. Нос у меня будет, можно сказать, просто черной дырой. Я не буду прорисовывать какие-то более подробные элементы на носу, просто вырисую такой черный носик, можно сказать, черная дыра в нашем черепе. И обязательно закрепляю гелевую подводку черным оттенком теней. Очень тщательно прохожусь в области ноздрей, поскольку если забыть про ноздри, то они будут очень сильно выделяться на фоне черной подводки, и их необходимо скрыть. Поэтому тщательно прорабатываем область ноздрей. Что самое интересное, один из самых известных ковбоев является Буффало Билл, который, в общем-то, и стал основателем вот этого стереотипа западного ковбоя. Но звали этого человека вовсе не Буффало Билл, а Уильям Фредерик Коди, который однажды в юношеские года отправился на поиски золота. Но чем же он прославился? Почему он такой известный, спросите вы? А все потому, что он устраивал целые шоу, да, в то время уже были целые ковбойские шоу. И эти зрелища назывались Дикий Запад. Они воссоздавали картины быта индейцев и ковбоев. Причем в его шоу принимали участие настоящие индейцы и ковбои. Затем в области скуловой части я также добавляю объема с помощью скульптора от эстрады. Теперь с помощью белой подводки я полностью перекрываю губы. Черной гелевой подводкой я прохожусь по внутреннему краю губ и очерчиваю разрез рта. Далее я намечаю, где буду прорисовывать зубы черной гелевой подводкой аккуратно, небольшими штрихами. Затем более подробно прорисовываю каждый зуб, создавая тень, уходящую в десну. После чего снова прохожусь белой подводкой, чтобы более ярко выделить каждый зуб. Ну что ж, вот такой макияж мертвого ковбоя у меня получился. Надеюсь, вам понравилось это видео, понравился мой образ на Хэллоуин в ковбойском стиле. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поскольку все это помогает в развитии моего канала. И до новых встреч! Пока-пока!